надо было ситуация когда мне в инстаграме написала подписчица мол типа славян помогай и я просто решил помочь просто так как-то так получилось и в итоге у них все свершилось все нормально заселились и сегодня они нас позвали на закат гри давайте встретимся типа сходим на закат мы типа кей добро в итоге встречаемся и они представляете вот как бы отблагодарили и подарили мирончик у вот такой вот слинг прикиньте а я должен был завтра ехать покупать ему слинг они просто взяли вот так вот и купили они видели комментарии что нам пишут смотрят постоянно видосы вообще трындец как приятно так ну что приступим к распаковочке посмотрим пара пара по да ну что доставай так это что такое а это вот инструкция как он собственно делается о я слушал он с такой посадка еще нифига себе так ну и собственно и цвет такой прикольный короче вааа ну вообще красота сейчас замерим вот такая красота смотрите теперь нам не будет на ютубе писать купите уже ребенку слинг да мирош тебе нравится ирон кстати заценил девчонки спасибо вам большое вот прям если смотря на огромнейшее спасибо это просто самое интересное что здесь есть козырек если вас ко мне лицом посадить либо назад будет прям такая кепочка ему нравится сынок ты себе со мной вот так будешь ходить как круто будем с тобой с камерой сюда даже можно камеру поставить кстати вот карман блин да маленько привыкнуть разобраться но я вижу что ребенку нравится потому что вот в слинке я бы пробовал садить как давно еще ему не нравилось а вот давно не ездил в таком плотном тумане что видимость не знаю буквально там метров 50 местами конечно туман такой что не видно даже следующую машину я сегодня утром приехал на вокзал новороссийский жады вокзал встретить ребят которые мне написали а что если вы приезжаете тоже новороссийск либо просто геленджик можете тоже не написать о сколько людей приехала из москвы отдыхать отвез ребят и самое что жестко геленджик друзья точнее нет не так не геленджик въезд в геленджик со стороны новороссийска стоит настолько жестко и вот он начинает вставать уже с пол восьмого утра и до самого вечера поэтому кто будет как вам сказать ищите пути объезда я например сейчас выезжаю получается вот с голубой бухты вот вот по таким вот штуковином ну и соответственно дорогу которая въезд на геленджик до трассу я тоже объезжал примерно по таким дорогам знаю в принципе эти уже тропинки не первый раз ну вот собственно решайте потому что если это не сделают к лету а это не сделают и вы приедете поверьте стоять вы будете очень-очень долго вот он видите начинается хвост от самой смотровой на аэропорт на город и стоит до самой трассы от трассы сама по себе бордовой но выезд на трассу он соответственно тоже бордовый то есть здесь можно стоять час потом там ну короче полный трындец на самом деле самое что интересно ребята тоже едут у них здесь свой дом и они как бы тоже возмущаются почему не сделали за зиму и вообще почему вот этот участок не сделали в первую очередь но на самом деле въезд в город просто въезжаете сразу на несколько часов втыкаетесь ну вот собственно про что я вам и говорил посмотрите какой хвост это просто многокилометровая пробка и собственно в эту сторону тоже но здесь уже чуть чуть полегче вот откуда я поворачиваю так мирончику сегодня 8 месяцев сынок оп тихо 8 месяцев это уже совсем большой почти два зюбика после обеда посмотреть в какую красоту мы приехали виноградные плантации какая красота здесь смотрите есть магазин ресторан винодельная экскурсии и сразу такая вот фото зона большущий виноград красота я совсем забыл сказать что называется это место завод вина шато деталю какой милый у вас акцент кстати вон там вот вот в этой стороне находится знаменитый пляж сосновка мы туда добирались пешочком от самого толстого мыса вместе с темочкой своими ногами видели это место я спрашивал что это в итоге потом на карте посмотрел и увидел что это такой завод огромный безумно красивый сюда можно так вот приезжать погулять у них даже парковка бесплатная возможно это пока хочу сейчас уложить мирончика и мы отправимся уже непосредственно на прогулку к этому зданию выглядит конечно как как замок что он напоминает из крымского массандровский дурец ну да да тут тут и гарри поттер винодел живет может быть да смотрите какие одинаковые вот эти стебли виноградных кустов таки привязаны высота здесь где-то есть смотровые я уже читал информацию обязательно не сходим не скрывается прекрасные прекрасные виды ну что посмотрите какая здесь красота кстати вода сейчас реставрирует немножко но газончики здесь видимо вечерочка все еще подсвечивается вот эти парковочка про которую говорил не знаю насколько летом все это работает здесь в общем есть экскурсии настенка пойдем на экскурсию нам про вины расскажет дегустация дегустация схожу а ты на экскурсию можно тоже на лим на винные поля нельзя вообще смотрите здесь даже можно вот по вот этим вот дорожечкам походить поэтому давайте мы здесь походим почему мы ходим по асфальту как вот эти маленькие деревья вот эти вот вот этот тоненький ствол выдерживает такой сильный ветер геленджика здесь все табличка проект реализован при поддержке а у россельхозбанка 20 лет роста россельхозбанк 2020 вот так вот если бы не тут банк возможно вот этой всей красоты не был на самом деле здесь погулять пофотографироваться самое то кто не знал про такое место в геленджике приезжайте как красиво сделаны кстати такие виноградины на фасаде вот настика говорит частичка франции в геленджике правда франция сейчас ведь вот по такой реконструкции находится часы без пятна без пяти три правильно время показывает все время здесь посмотреть какой красный роскошный фонтан с голыми женщинами настика тут прочитала что здесь есть какой-то очень крутой ресторанчик вот не знала куда слава нас повезет сегодня вообще что им пришло в голову именно сюда приехать и я мягко говоря так удивлена но я правда немножко расстроена что он не пригласил меня в ресторан про который я читаю сейчас отзывы играть что он самая купенный вообще что это супер-пупер ресторан у меня закончились money на такие рестораны я мечтаю попасть такой ресторан вообще знаешь такое понятие кризис все потом шарму поедим чё ты яблочки яблочки у меня есть кстати такая красивая будка были полностью сделаны из стекла со всех сторон и даже вот вход дверь видите из стекла прикольно собственно вот в деле теперь мы с мирончиком так вот будем гонять сидит до нравится стесенок будешь теперь вот так вот с папой ездить может даже спать и хе-хе-хе прикольно вообще вот такое вот случается так нам подсказали можно вот сюда зайти таблички винотека ресторан мадемуазель ну пойдем посмотрим посмотрим так кто-то бы сказал так наверно это мой рай видимо водичка и бочки круто он бутылочка вот здесь пахнет дерево как здесь красиво вот доступный 499 рублей круче как ресторан круче белая это вход в ресторан как тут красиво кувер настенька представляете комод на котором лежит меню это комод восемнадцатого века представляет я то думал мы венца возьмем оказалось не возьмем потому что я в принципе вина не совсем но я думал сейчас купим я даже такую цену адекватную нашел за 500 рублей но у них короче здесь только сухие вина я конечно не понял этого прикола но она говорит типа сухие вина они самые натуральные вот полу сладкого нету сладкого нет поэтому давиться сухим я точно не намерен мне вообще эта история не нравится да даже она есть супер-классно я же не принимаю такой вкус на протерпу и ты меня приведешь ресторан когда я уже не буду грудью кормить года через три что хочу сказать как в сочи от когда жили то же самое южная погода точнее та погода которую ты смотришь в интернете она не всегда правдива вот например у нас до пятницы включительно должна быть солнечная погода вообще без осадков а сегодня вы сами видели какой будут туманище и до сих пор никак не могут уйти от нас облака все затянут как будто вот-вот пойдет дождь и прохладный очень ветер но при этом как только выглядывает солнце все сразу африка ну я как бы про то что не смотрите погоду вы можете приехать дождь а на следующий день будет солнце вот вам покажу видите все такое зеленое вот это вот все пыльца все вот так вот зелено все машины все тротуары в общем абсолютно все в этой пыльце и кто-то на самом деле вчера очень серьезно испугался но на самом деле вот это вот пыльца она безумно полезно здесь не буду рассказывать еще кстати в геленджике безумно красивые сосны это называется пицунская сосна здесь такие прям проще я вообще впервые увидел как цветет сосна и я показывал очень близко как-то выпуске обязательно пересмотрите вот но вчера вчера было просто удивительно я сейчас прикреплю кадры короче над всей бухты над горами стоял такой так как знаете вот смог как будто какое-то средство распылили и это все было пыльца подул сильный ветер и все это было как облака такие зеленые в общем смотрите вот это пыльца геленджике просто слой во всей бухте и кто-то на самом деле вчера очень серьезно испугался но на самом деле вот это вот пыльца она безумно полезна здесь не буду рассказывать чем именно в своем телеграм-канале я уже написал эту информацию ссылочку на телегу я свою оставлю зайдите и обязательно почитайте вообще родик стой вообще в такие моменты обязательно нужно ей мешать приезжать в геленджик цветет она вроде как до конца мая сейчас как самый пик так что не упускайте возможности обязательно приезжайте вот а вот здесь вот четко видно вот это вот получается все цветет выдает такую пыльцу во видите смотрите видите какая пыль вот вот прям все на руках вот и вот этот когда ветер дует получается ших и вот это вот идет вот эта вот штука очень полезная я не могу мы когда здесь ходим я не могу пройти мимо этих красот и не показать вам эти тюльпаны все тюльпаны которые продаются на 8 марта это конечно не те тюльпаны потому что как правило бутончики маленькие здесь бутоны вот смотрите они с размером руки невероятный огромнейшие просто конечно рвать не нужно здесь еще какие-то маленькие подсажены как тебе цветочки красивые нерви только можно понюхать рвать ни в коем случае нельзя это тюльпаны вот получается клубы если дальше пойти по набережной в сторону центра там тоже такие клубы безумно безумно красивые какая красота еще хочу показать обстановочку на пляже который многие излюбовали мы кстати тоже есть устанавливают уже зонтики и завезли лежаки значит скоро будет движуха посмотрите на гору просто почти до самого подножия лежат облака надпись периодически выглядывает но туман на сегодня была сильная но в принципе вы сами все сегодня видели посмотрите как красиво идешь по набережной и она вся в тюльпанчиках знаю что безумно красивые цветы тюльпаны здесь очень другие какие-то еще видите снизу оранжевые белые желтые у данных синенькие цветут сосны и морюшка в общем красота я вас понял смотрите значит у нас есть договор заявка о том что мы заключали на перевозку это личные вещи они были без указания стоимости это мне позвонили с гибдд тульской области по поводу наших вещей которые разбились до при помощи водителя который мы отправляли кто не смотрел выпуск посмотрите вот и я собственно обращался в гибдд чтобы они дали правовую оценку действиям водителя почему он уехал с места дтп потому что ну я вообще настроен на то коли они все заднюю включили я настроен по серьезному уехал мне и меня не предупредил об этом не сообщил значит значит будешь лишён водительских прав вот собственно запросили у меня сейчас дополнительные документы все что у меня имеются и будут уже возбуждать дело на набережной кстати кто приедет на майский праздник и вас уже ждут заведение уже даже скорее всего откроется потому что эти даже столики расставляют классно это прям напротив пляжа сады морей набережную же все выкрасили и ресторанчики скоро все начнут работать блин как здесь будет клёво прям все преобразится такую классно приезжая гуляя отдыхай зашли в магазин купили сладости еще он по портфеле ненужного завтра решили идти в поход заходишь заходишь магазин каждый раз вот все страшнее и страшнее цены растут 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 я не знаю когда будет приделывать в магазинах но походу нами его ждать не нужно но самое главное что приятно греет это бонусы которые нам начисляются и кэшбэки с карты тиньков настика себе тоже недавно и наконец-то оформила и теперь это же плюсуется плюс инвест копилочка работает много раз уже рассказывал давно пользуюсь вообще в принципе тиньковом я ссылочку вам оставлю в описании под этим видеороликом переходите обязательно себе тоже оформляете в чем прикол во первых вы будете получать повышенный кэшбэк во вторых у вас будет пожизненное бесплатное обслуживание ну естественно мне тоже капнут какие-то бонусы ну а так что говорится взаимовыгода выручает а на ужин сегодня будем готовить рыбу бур-бур-бур-бур-бур свежий улов тут осу берем вот так вот магните полтора килограмма кто не берет эту рыбу ребята безумно вкусно а самое главное стоит всего лишь 70 рублей пачка 750 грамм пока жарится вторая партия рыбки хочу показать какой у нас к вечеру снова густой туман просто третьего дома даже уже не видно поле не видно а здесь что ну гору то понятно само собой не видно до облака упали вот такая красота у нас получилось все будем садиться ужинать но я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока не видно